Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания Ведопульс. Я врач компании Арчебасова Елена Алексеевна. Тема вебинара, которому посвящен сегодняшний день, как вы видите, это острый и хронический отит и евстахиит. Сегодня мы будем говорить о проблемах, которые связаны с воспалительными процессами в ухе. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к самому патологическому процессу, давайте вначале, как обычно, мы познакомимся с анатомией уха, то есть строением уха. И вот сейчас вы видите слайд, на котором как раз показано, какое строение имеет ухо человека. Возможно, многие из вас знают, что ухо человека имеет три отдела. Это наружнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Начнем с особенностей и строения и функции наружнего уха. Наружнее ухо – это то, что мы все видим. Оно представляет собой ушную раковину и наружний слуховой проход. Задача наружного уха заключается в том, чтобы уловить звуковые колебания и через наружный слуховой проход передать эти колебания уже другим отделам уха. Эти звуковые колебания будут передаваться через перепонку. Вот она, барабанная перепонка, которая отделяет полость среднего уха от наружнего уха. Итак, следующий отдел уха – это непосредственно среднее ухо, которое представляет собой шестигранную полость. Мы на строение среднего уха остановимся несколько подробнее, так как сегодня речь в основном пойдет о тех воспалительных процессах, которые как раз затрагивают полость среднего уха. Итак, среднее ухо – это полость, в которой имеется система косточек, благодаря которым звуковые колебания из полости среднего уха передаются уже непосредственно внутреннее ухо. Внутреннее ухо – это и есть сам по себе орган слуха, который представляет собой, вернее, улитку, которая имеет 2,5 завитка, и систему полукружных каналов. Именно вот здесь, в внутреннем ухе, имеются рецепторы, так называемый кортиев орган, это орган слуха, который непосредственно воспринимает звуковые колебания и передает уже нервный импульс, то есть звуковые колебания, они трансформируются в нервный импульс, и через слуховой нерв передается к определенным зонам головного мозга. Эти зоны находятся в височных областях коры больших полушарий, и это именно то место, которым мы непосредственно слышим, то есть воспринимаем звуки и воспринимаем понятийный смысл того, что услышали. Таким образом, мы, в общем, разобрали строение слухового анализатора и будем двигаться дальше, непосредственно уже остановимся на строении среднего уха. Вот перед вами следующий слайд, где вы как раз наблюдаете уже непосредственно все то, что находится в среднем ухе. Итак, среднее ухо, посмотрите, да, залегает в толще височной кости, и само по себе уже среднее ухо, оно включает в себя тоже три части. Первое – это непосредственно барабанная полость. Вот она, барабанная полость. Барабанная полость уха соединяется с носоглоткой по средствам такого образования, которое называется евстахиева или слуховая труба. Вот посмотрите, вот оно сообщение полости среднего уха с полостью носоглотки. Благодаря наличию этой трубы, мы тоже сегодня про это будем говорить, происходит, ну, прежде всего, выравнивание давлений в различных полостях среднего уха и носоглотки, и, соответственно, осуществляется тренажная функция среднего уха. Итак, это барабанная полость, это слуховая или евстахиева труба, и это костная основа, костная основа сосцевидного отростка, который имеет и чистое строение. Итак, барабанная полость, если посмотреть на нее изнутри, с одной стороны, она отграничена от наружного слухового прохода при помощи тончайшей перепонки, да, барабанной перепонки, которая воспринимает звуковые колебания и передает эти колебания на систему очень маленьких, самых маленьких косточек нашего организма. Это три слуховые косточки. Непосредственно к барабанной перепонке прикрепляется молоточек. Молоточек в результате звуковых колебаний оказывает воздействие на наковальню, это вторая косточка слуховая, и затем уже с наковальни колебания передаются на стремечко или стремя. Стремя – это косточка, которая соединяется еще с одной перегородкой, еще с одной перепонкой, так можно назвать. Это овальное окно, такая своеобразная мембрана, которая непосредственно уже будет передавать колебания жидкостным средам внутреннего уха. Жидкостные среды – это эндолимфа и перелимфа, которые начинают совершать тоже колебательные движения, происходит возбуждение рецепторов органа слуха, то есть кортьевого органа, как мы его назвали, и дальше информация по нерву слуховому передается в височную область коры больших полушарий. Вот так вот устроена в общих чертах работа нашего слухового анализатора. Итак, значит, это полость, да, еще раз, которая непосредственно выполняет функцию через систему косточек по передаче звуковых колебаний от наружнего слухового прохода непосредственно уже к органу слуха. Хотелось бы отдельно остановиться на евстахиевой трубе. Вот она здесь довольно хорошо отображена. Еще раз, она соединяет полость среднего уха непосредственно с полостью носоглотки. Вот это вот соединение. Выполняет очень важную функцию. Какую? Ну, прежде всего, еще раз хочу сказать, дренаж содержимого среднего уха и непосредственно носоглотки. И благодаря эстахиевой трубе происходит выравнивание давлений в двух различных полостях. Где найти место в носоглотке, да, где открывается эта эстахиева труба? Так вот, посмотрите. Устья эстахиевой трубы открывается в носоглотку на боковых стенках на уровне твердого неба. И в покое, когда человек не совершает никаких движений, то есть никаких глотательных движений особенно, соответственно, отверстие этой эстахиевой трубы, оно закрыто. И будет открываться только при совершении определенных действий. Если мы говорим о детском возрасте, то это, конечно же, в основном ососательные движения, то есть в процессе кормления. И у взрослых людей отверстие эстахиевой трубы в носоглотке будет открыто, когда человек совершает глотательные движения. И вот этот момент очень важен. Почему? Потому что в процессе глотания, употребления у детей пищи может поступать, прежде всего, сама пища, сейчас будем говорить про особенности детского возраста, из носоглотки, да, из полости рта непосредственно уже, полости глотки, правильнее сказать, непосредственно уже полость среднего уха и может послужить причиной развития там инфекционного процесса. Если посмотреть на эстахиевую трубу у детей раннего возраста, это период новорожденности и ранний детский возраст, то есть это период где-то до года, то в отличие от взрослых, эта труба, она более широкая и короткая. И поэтому инфицирование у детей полости среднего уха и возникновение у них отитов возникает несколько чаще по сравнению с взрослыми. Итак, переходим непосредственно уже к нозологической форме, которую мы сегодня разбираем. Это отит. Что же такое отит? Ну, естественно, название происходит от названия самого органа, название заболевания – это отис, с греческого означает ухо, и окончание – это всегда говорит о наличии воспалительного процесса. Значит, что такое отит? Это воспалительный процесс в ухе. Но мы назвали три отдела у уха, наружнее ухо, среднее и внутреннее. Вот, оказывается, воспалительному процессу подвержены все три отдела уха. Но наиболее часто все-таки встречается отит среднего уха, и, как правило, когда говорят, речь идет об отите, если нет какого-то уточняющего момента, то это всегда воспалительный процесс в области среднего уха. Посмотрите, детский возраст все-таки более подвержен возникновению отитов. Почему мы одну из самых главных причин назвали? Это анатомо-физиологические особенности строения, ухо-особенности строения и встахивая трубы. Далее еще рассмотрим предрасполагающие факторы. Так вот, отит – это очень распространенное заболевание, и если взять детей, да, статистические данные до трех лет, то примерно у 80% в период до трех лет, хотя бы один раз дети страдали отитом среднего уха. То есть это довольно часто встречающаяся патология. Каковы же причины, да, какие основные причины, которые вызывают средний отит? То есть мы сейчас говорим об основных этиологических факторах. Ну, прежде всего, это острые респираторные вирусные инфекции, ОРВИ, или простудные заболевания. Ну, тоже всем известно, что чаще простудным вирусным инфекциям более подвержены дети. Значит, ОРВИ – это собирательная группа вирусных инфекций. Вот как раз сейчас, осень, начинается всплеск, повышенная активность этих вирусных инфекций. И самым таким грозным представителем этой группы инфекций является, конечно же, грипп, который имеет характер эпидемии и имеет массу осложнений. И у нас как-то один из вебинаров, который был посвящен непосредственно гриппу. Так вот, ОРВИ – вирусные инфекции. Чем они сопровождаются? Они сопровождаются патологическим процессом верхних дыхательных путей. Верхние дыхательные пути начинаются, как известно, с носоглотки. Так вот, наличие вируса в клетках эпителия носоглотки, ну, помимо того, что вызывает процесс интоксикации, вызывает еще и отек слизистой полости носа и носоглотки. И вот этот отек, он ведет к, ну, по-простому, к закупорке, да, то есть к аптурации наружного отверстия в стахевой трубы. А мы теперь знаем, где она открывается. Полости носоглотки – это в области твердого неба. И, соответственно, не осуществляется дренажная функция среднего уха. Не происходит очищение барабанной полости, то есть полости среднего уха. И, соответственно, возникают максимальные благоприятные условия для того, чтобы какая-то патологическая флора, она развивалась и в полости среднего уха, и приводила к воспалительным процессам там. Далее. Это наличие очагов хронической инфекции носоглотки. Что же относится к очагам хронической инфекции? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать о хроническом танзелите. Часто рецидивирующие ангины, хронический танзелит. Это наличие аденоидов, то есть глоточной миндалины, которая тоже периодически воспаляется и обязательно вовлекается в патологический процесс при ОРВИ. И, соответственно, это наличие образования полости носа. Но речь идет прежде всего о полипах носа и других каких-либо опухолевидных образованиях. Все это, прежде всего, нарушает носовое дыхание. При воспалительном процессе это отечность, а значит, нарушение дренажной функции через Евстахиеву трубу. Давайте разберем еще определенные предрасполагающие факторы, которые также могут способствовать развитию отита. Посмотрите, что здесь. Ну, это изменение давления. Где мы встречаемся с резкими перепадами давления? Ну, это прежде всего полеты на самолетах, особенно период взлета и период посадки. И наверняка вы знаете, что в этот период человек испытывает такое ощущение, которое он называет «закладывает уши». То есть происходит резкий перепад давления именно вот в барабанной полости в результате такой резкой смены давления в окружающей среде. И все мы знаем, взрослые, да, что при такой смене давления нужно или просто приоткрыть рот, или использовать какие-то сосательные конфеты. Это помогает, опять же, совершая глотательные движения, помогает выравниванию давлений. Очень тяжело приходится в полетах маленьким детям, которым невозможно, да, насильно приоткрыть рот, сказать, чтобы они совершали глотательные движения. Поэтому такие резкие перепады давления закладывают уши, которые сопровождаются, ну, как обычно, плачем, если мы говорим о совсем маленьких детях. Далее, если мы говорим о перепадах давления, то это может быть перепад, связан и с погружением на глубины. Там тоже идет изменение давления окружающей среды, там оно увеличивается, тогда, когда мы поднимаемся воздухом, оно резко уменьшается. И вот такие варианты называются аэроатит и мариоатит. Так как аэроатит – это воспалительный процесс среднего уха, то предрасполагающим фактором, на фоне которого он может развиться, это общее ослабление защитных сил организма, то есть снижение иммунного статуса, к которому могут, опять же, привести различные факторы. Это факторы, которые испытывает человек ежедневно на себе, это и переутомление, и нервное перенапряжение. Обратите внимание, что при некоторых хронических заболеваниях, длительно протекающих, при таких заболеваниях, как сахарный диабет, при котором нарушаются процессы трофики, и нарушаются процессы кровоснабжения тканей, тоже может часто встречаться аэроатит. Ну и детский возраст, опять детский возраст. Мы видели, как часто в детском возрасте встречается аэроатит. Конечно же, из-за того, что у ребятишек не сформирован еще окончательно иммунитет. Итак, ранний детский возраст, дети первого года жизни. Помимо того, что не сформирован иммунитет, опять вспоминаем, анатомо-физиологические особенности, евстахиевые трубы, и вот эти все факторы, они могут способствовать тому, что во время питания ребенка, кормления ребенка, смеси или грудное молоко через евстахиевую трубу попадает в поло среднего уха и создает, ну, замечательную питательную среду для того, чтобы там развивалась инфекция и, соответственно, возникал средний аатит. Средний аатит, да, мы разобрали причины, но помимо среднего аатита можно встретить аатит и наружного уха, когда он возникает. Возникает при травмах ушной раковины или же если есть какие-то образования воспалительного характера, ну, местного, как правило, то есть, допустим, фурункул наружного слухового прохода. Это тоже будет уже аатит наружного уха. А также наружный аатит может стать осложнением среднего аатита в том случае, если происходит нарушение целостности барабанной перепонки, мы это сегодня увидим, и начинается гной течения из полости среднего уха через наружный слуховой проход, то есть гной течения, да, выделение гноя наружу. И встречаются аатиты внутреннего уха, так называемые лабиринтиты. Они, как правило, являются осложнением среднего аатита. То есть воспалительный процесс из барабанной полости он уже направляется непосредственно на элементы улитки и лабиринты, перепончатые лабиринты. Ну, мы сегодня в основном говорим об аатите среднего уха, соответственно, мы разбираем клинику аатита среднего уха. Какова же клиника этого проявления? Прежде всего, это острая боль в ухе, которую нельзя ни с чем перепутать. Эта боль постоянная, она нарастает, и она нарастает, как правило, ближе к вечеру и усиливается ночью. Общие симптомы интоксикации, которые сопровождаются общими, а не специфическими проявлениями. Какими? Ну, конечно же, это астенический синдром, это слабость, это снижение аппетита, это высокая температура, вплоть до фибрильных значений, то есть температура становится более 38 градусов. Если мы говорим, опять же, о маленьких детях, то такие дети отказываются совсем от еды, потому как сосательные движения, плотательные сосательные движения, они будут усиливать у них болевые ощущения. Любое кормление, если ребенок начинает есть, вызывает усиление боли, плач, соответственно, ребенок отказывается от еды. Гнойный процесс полости среднего уха. Давайте себе представим, да, барабанная полость, маленькое ограниченное пространство, и там развивается воспаление. Соответственно, воспаление – это отек, это образование гноя, и, как правило, гной должен куда-то отойти, да, и куда он отходит. Значит, происходит, как правило, наиболее часто – это расплавление барабанной перепонки, той тонкой мембраны, которая отделяет внутреннее ухо от наружного, и это мы будем считать, ну, одним из наиболее благоприятных исходов разрешений отита, и начинается гной течения. И вот здесь, как раз на представленном слайде, вы и видите, как из наружного слухового прохода отделяется гной. Но это может быть, так скажем, в чистом виде гнойное отделение, это может быть даже сукровица, то есть с элементами и крови. Вот это тоже является проявлением отита. Но бывает не всегда все так благоприятно, если можно так выразиться, конечно. И гной может отделяться не через наружный слуховой проход, а воспалительный процесс среднего уха может распространиться на костную структуру. Ведь мы сказали, что среднее ухо включает в себя три отдела. Это, прежде всего, барабанная полость с системой косточек, это истахиева труба, и это ячеистая основа, костная структура сосцевидного отростка, которую вы можете легко у себя обнаружить, пропальпировав у себя за ушной раковиной. Это костное образование, это сосцевидный отросток, имеет вот такую вот ячеистую основу. Так вот, воспалительный процесс может затронуть и костную ткань в височной области, сосцевидного отростка в височной кости. И тогда уже развивается заболевание, которое называется мастеидит. То есть, в воспалительный процесс вовлекается костная структура. Это уже более грозное осложнение среднего отита. И вот посмотрите, на этом слайде мы видим, вот она ушная раковина, за ней располагается костная структура, сосцевидный отросток. Вот здесь показана как раз ячеистая структура. И гной проникает вот сюда, в эту костную структуру. Возникает воспалительный процесс. Что мы увидим при визуальном осмотре? Это, конечно же, такая вот припухлость за ухом. Выраженная припухлость, которая способствует тому, что ухо с этой стороны будет как бы оттопыренное. То есть, по сравнению с нормальным, здоровым ухом, оно будет вот так вот отделяться от головы. Вот еще раз давайте посмотрим, что же происходит в барабанной полости и сравним с состоянием полного здоровья. Вот оно, здоровое среднее ухо. Вот она полость, совершенно свободная, да, от наличия гноя. Воздушная полость, которая отделяется совершенно нормальной, тончайшей перегородкой от наружного слухового прохода. Вот она, нормальная эвстахиевая труба, через которую совершается и движение воздуха, и дренаж, соответственно, барабанной полости. И вот что происходит при отите. Маленькое замкнутое пространство, в котором развивается воспалительный процесс. Идет накопление гноя. И вот этот вот воспалительный процесс, который сопровождается отеком, накоплением гноя, наказывает определенное давление. Прежде всего, это давление идет на мембрану вот этой вот перепонки. Посмотрите, какая она здесь становится. И отечная, и несколько гиперемированная. И в лучшем случае процесс воспаления разрешается тем, что идет перфорация, нарушение целостности вот этой вот перепонки, и гной начинает отделяться через наружный слуховой проход. Что же происходит с просветами встахиевой трубы? Посмотрите, давайте сравним ее в норме. Встахиевую трубу, просвет, и то, что происходит при воспалении. Она тоже отечная, соответственно, диаметр резко сужается. И это приводит к тому, что ограничивает пространство, нарушается, еще раз хочу сказать, неоднократно сегодня про это говорю, дренаж барабанной полости. Вот такие вот проявления отита. Чем же грозен отит? Он грозен своими осложнениями. С некоторыми осложнениями мы сейчас уже с вами познакомились. Ну, такое вот осложнение, которое первое мы увидели, это мастаидит, то есть вовлечение в воспалительный процесс кости, костной ткани, то есть сосцевидного отростка. Далее, посмотрите, воспалительный процесс может распространяться и на ткани головного мозга и вызывать воспаление мозговой ткани ограниченного характера в виде абсцессов мозга. Далее, воспаление и инфицирование может затрагивать и оболочки головного мозга, и в результате этого развивается такое осложнение, как менингит. Если в результате воспалительного процесса он перекидывается на область внутреннего уха, то это может привести и к потере слуха. А еще нужно сказать, что внутреннее ухо – это система улитки, которую мы сказали, и система полукружных каналов, и этот рецепторный аппарат, непосредственно кортиев органов, орган слуха. Здесь поблизости еще располагается еще один анализатор. Это анализатор, который называется вестибулярный аппарат, который у нас отвечает за контроль положения тела, за ориентацию положения тела, поддержание равновесия тела. И поэтому наличие каких-либо процессов во внутреннем ухе, оно, как правило, сопровождается головокружением, это связано уже с вовлечением в процесс и вестибулярного аппарата тоже. Поэтому вот, возможно, и головокружение. Теперь хотелось бы остановиться с вами на таком явлении, на таком процессе. Смотрите, как холиастая атома. Что это такое? Значит, холиастая атома – это патологический процесс, который развивается непосредственно в барабанной перепонке. И видоизменяет ее. То есть при холиастая атоме барабанная перепонка, она изменяет свою, ну, прежде всего, морфологическую, гистологическую структуру, правильнее сказать. Она не становится, вернее, она не остается такой же эластичной и не выполняет свою функцию. А какая у нее функция? Функция у нее передавать колебания, звуковые колебания, которые проходят через наружный слуховой проход на систему косточек среднего уха. Так вот, в результате гнойного отита, как правило, неоднократно, скажем, перенесшего, который бывает, допустим, у человека, многократные отиты, связанные с гнаетечением, приводит к тому, что перепонка, она видоизменяется, меняется ее гистология, которая ведет к изменению функций. Соответственно, это приводит к нарушению слуха, идет снижение слуха вплоть до, так скажем, выраженных последствий, то есть до глубокой потери слуха. Это тоже осложнение гнойного отита. Теперь давайте поговорим немножечко о профилактике. Как же профилактировать отит, то есть воспалительные процессы уха? Прежде всего, профилактика направлена на то, чтобы поддерживать свободную проходимость и встахиевых труб. Встахиевые трубы могут, так скажем, быть закрыты, перекрыты наличием густой слизи, прежде всего в носоглотке. Поэтому густую слизь ее нужно удалять. О чем мы говорим? Мы говорим, как правило, о наличии воспалительных процессов в носоглотке, которые сопровождаются насморком, то есть отеком и отделением слизи. Что делаем мы при насморке? Конечно же, это и нужно делать для того, чтобы очистить полость носа. Удаление слизи. Удаление слизи, то есть сморкание. Казалось бы, ну что может быть проще, как высморкаться и очистить свои носовые ходы? Но, как правило, многие из нас делают это неправильно, неверно. И тем самым могут способствовать развитию отита при наличии инфекции носоглотки. И вот здесь, как раз на рисунке, который вы видите сейчас перед собой, показано, как правильно это делать и как это делать неправильно. То есть обычное сморкание человека, когда он зажимает одновременно две ноздри и пытается высморкаться, удалить слизь, создает максимальное давление в полости носа, что способствует забросу содержимого, то есть вот этой вот слизи, инфицированной, инфекции через и встахиевую трубу непосредственно в полость уха. И вместе с инфекцией носоглотки развивается еще и отит. Как же правильно сморкаться? Сморкаться нужно поочередно. Вначале одной ноздрёй высмаркиваемся, зажимая другую, а затем меняемся, зажимаем ту, которая высморкалась, и высмаркиваемся соседней ноздрёй. То есть такое вот поочередное сморкание, оно совершенно будет физиологично и правильное. И будет препятствовать забросу инфекции через и встахиевую трубу непосредственно уже в полость среднего уха. Дальше. Казалось бы, совершенно такие вот простые вещи. Если человек сморкается в обычный носовой платок, ну тканевой, он, как правило, носовой платок носит с собой в кармане в течение, ну в лучшем случае дня. Сморкается туда неоднократно. Давайте представим, что после каждого выделения инфицированной слизи это всё остаётся на платке, каждый раз поднося его, опять же, к своему носу. Ну, так скажем, это способствует развитию вирусов в этом платке и инфицированию этого же человека. Поэтому для сморкания и в профилактических целях, и более-таки клинично правильно, это использовать одноразовые платочки либо какие-то бумажные салфетки, которые не нужно хранить у себя в карманах, а, соответственно, тут же выбрасывать. Если речь идёт о маленьких детях, у которых и полость-то носа маленькая, и сморкаться они ещё сами не умеют, но вдруг у них возникает отёчность, образование слизи, то, конечно же, нужно удалять слизь и следить за тем, чтобы маленький ребёнок обязательно дышал носом. И удаление слизи это гигиена ребёнка, ежедневная гигиена. Она осуществляется при помощи груши. Происходит отсасывание слизи. Это делать просто необходимо ежедневно, а особенно при наличии каких-то вирусных инфекций в верхних дыхательных пути. Теперь давайте остановимся непосредственно на эвстахиите. Мы сегодня уже очень много говорили о том, что частью среднего уха является эвстахиева труба. Так вот, выделяют изолированный воспалительный процесс непосредственно в самой этой трубе. Этот процесс ещё называется тубоатит, от слова тубо это труба, или эвстахиит. Воспалительный процесс, который затрагивает непосредственно только слуховую трубу. Там возникает отёк, пока ещё без воспалительного процесса полости среднего уха. Возникает отёк в самой слуховой трубе и соответственно это приводит к нарушению вентиляции барабанной полости. Нарушается оттуда отток слизистого и поэтому это способствует развитию начального проявления воспаления катарального среднего отита. Вот на этом слайде очень демонстративно и очень показательно давайте посмотрим, как выглядит эвстахиева труба у взрослого человека. и вот если посмотреть на человека, где примерно у него находится ухо среднее и внутреннее. Вот оно, это мы говорим толще височной кости. Вот здесь у нас располагается орган слуха. А вот это образование, непосредственная труба эвстахиева, которая связывает полость уха с полостью носа. Давайте посмотрим. У взрослого человека она несколько уже, чем у ребенка, то есть у ребенка она более широкая. И у взрослого человека она все-таки идет под определенным углом, у ребенка практически горизонтально. И вот хотелось бы еще раз это подчеркнуть, потому что именно это создает основные условия для того, чтобы у детей чаще развивался отец среднего уха, у взрослых он благодаря таким анатомическим условиям развивается все-таки реже. Чем проявляется эвстахиит? Эвстахиит проявляется заложенностью в ухе. Ухо заложено, болевых ощущений пока еще нет, но вот ухо почему-то заложено. Человек может сказать, что он ощущает как бы переливание жидкости в ухе, может быть шум в ушах и такое явление как аутофония. Что такое аутофония? Это состояние, когда человек усиленно воспринимает собственный голос. То есть собственный голос как бы для него звучит усиленно и как правило это проявляется только одним ухом. Ну и как правило это может быть либо с одной стороны, либо иметь двухсторонний характер. Теперь от академической части мы познакомились как у нас устроено ухо, какую функцию оно выполняет, чем проявляется воспалительный процесс. Мы переходим уже к ведическим представлениям о том, какие функции вообще в целом выполняют уши. Понятно, что ухо это наш анализатор, это орган чувств, такой же как орган зрения, как орган обоняния, как тактильные ощущения и так далее. То есть анализаторы все вместе создают нам картинку об окружающем мире, то есть мы воспринимаем какие-то определенные раздражители внешнего мира. И та информация, которую мы получаем через анализаторы, она у нас относится к сигналам первой, к первой сигнальной системе, то, что объединяет нас с животными. Так вот, помимо того, что мы слышим звуки, мы еще имеем представление о понятийной нагрузке, того, что мы слышим, то есть мы получаем через орган слуха определенную информацию из внешнего мира. Вот, посмотрите, по ведическим представлениям ухо позволяет человеку воспринимать звуки внешнего мира, и если есть какие-то проблемы с ушами, которые непосредственно влияют на слух, то есть на восприятие информации, это означает, что человек очень критично относится к тому, что слышит, и чувствует какой-то сильный гнев, и происходит как бы защитный механизм, человек пытается путем развития воспалительных процессов закрыть уши, чтобы ничего не слышать, и отгородиться от определенного негатива, который поступает к нему извне. Если мы говорим о наличии отитов у детей, то здесь это можно расценить как следующее. Ребенок закрывается от той информации, которую ему поставляют родители, нравоучения, наставления и так далее, то есть он таким образом закрывается от этого. Если мы говорим совсем о глухоте, нарушении слуха, то это можно связать с тем, что человек не хочет ничего слышать, ничего слышать от других, воспринимает другую информацию, и он желает только сам говорить, чтобы его слушали, он думает только о том, что сказать, и не воспринимает информацию. И вот таким образом проблемы со слухом, они как бы отгораживают человека от той информации, которую ему поставляет внешняя среда. Теперь давайте поговорим непосредственно о проявлениях отита, особенностях этого процесса в соответствии с дошами. Ну, нужно сказать, прежде всего, что вата отвечает за слух, и нарушения его, и воспалительные процессы в ухе, они относятся к болезням вата. Поэтому и начинаем с проявлений отита у представителей вата типа Конституции. Итак, отиты вата, что это? Основные какие отличительные черты? Это наличие тянущей боли, это стреляющая боль. Как правило, ребятишки чаще всего говорят, что в ушки стреляет, ну, или им подсказывают, да, что в ушки происходит, стреляет в ушки. Значит, соответственно, состояние и боль, она будет усиливаться, состояние ухудшаться при воздействии холода, сквозняков, сухости, каких-то быстрых движениях, голодании. Если человек употребляет сухую пищу, которая повышает газообразование в кишечнике. И что успокаивает боль в ухе? Боль успокаивает воздействие тепла. И посмотрите, маслянистые процедуры, то есть действия масляных и влажных обязательно теплых процедур. Если мы говорим об отите питотипа, то что здесь? Ну, прежде всего, болевой синдром. Боль, как правило, пульсирующего характера. По ощущениям боль горячая. И представители питотипа, любой воспалительный процесс, в том числе и отит, переносит более выраженно, ярко, потому как у них в основном это гиперэргический тип реакции. Состояние будет ухудшаться наоборот, обратите внимание, в тепле, в жаре. То есть любая энергия, связанная с огнем, она будет усиливать болевые ощущения. А также гнев, агрессия, употребление острой пищи, все, что усиливает энергию огня, будет также способствовать усилению болевых ощущений. Если говорить о наличии проявления отита капа капхотипу, то здесь боль имеет диффузный характер. Если дать характеристику боли, то она такая тупая и постоянная, и по ощущениям она тяжелая. Также здесь болевые ощущения будут усиливаться при действии холода, сырости, малоподвижности, при наличии депрессии, при употреблении тяжелой холодной жирной калорийной пищи. Самочувствие будет улучшаться при действии тепла, но здесь рекомендуется сухое тепло. Итак, вот обратите внимание на следующий слайд, на чем хотелось бы остановиться. Вот вы видите перед собой два изображения. Вверху это изображение наружного уха, это ушная раковина, а внизу это почка, то есть это разрез почки. И оказывается, что уши называют и считают окнами почек. Почему? Вот давайте посмотрим. Есть такой синдром, который называется холод почек. Вот пациенты, которые подвержены холоду почек, они страдают заболеваниями, воспалительными проблемами, заболеваниями ушей, атитами, в частности атитом среднего уха, чаще, чем те люди, которые не страдают вот этим вот проявлением как холод почек. Почему? Посмотрите, уши, они по своей форме имеют такую же форму, как бобовидную, как и форма почки. Поэтому холод почек расценивается как некое пограничное состояние между болезнью и нормой и характеризует энергетическую активность почек, которая связана с чем? Она связана с замедлением обмена веществ, застойными процессами и все это способствует развитию хронических заболеваний в самих почках. И хотелось бы обратить внимание на основные симптомы холода почек или слабости и недостаточности ян энергии. Посмотрите, как все взаимосвязано. Синдром холода почек, проблема с ушами. То есть, если человек подвержен среднему атиту очень часто, нужно обратить внимание, нет ли здесь холода почек и нет ли здесь вообще какой-то проблемы, связанной с функцией почек. Итак, чем проявляется холод почек? Здесь это все представлено на слайде, давайте назовем некоторые из этих проявлений. Прежде всего, это снижение иммунитета и связанное с ним повышение утомляемости. Это постоянное ощущение зябкости, так как мы говорим о снижении энергопроцессов, энергообменных процессов в организме. Это зябкость, это холодные конечности, это какое-то постоянное ощущение холода, может быть, даже это боль в суставах, это могут быть перепады артериального давления, изменения психоэмоционального статуса. У детей наиболее это активно проявляется в виде какой-то тревожности и страха. Самый распространенный страх, который испытывают дети, это страх темноты. И, конечно же, посмотрите, это наличие шума, звона в ушах и ухудшения слуха. Вот основные проявления так скажем, синдрома холода почек. Вот наиболее подробно об этом вы можете узнать из вебинара. Вот как раз сейчас вышла ссылка на этот вебинар. Это вебинар, который читал Олег Викторович Сорокин. Он называется «Дефицит Ян» и посвящен вата-капха типу конституции. Как раз там говорится о холоде почек, основных проявлениях и тех основных изменениях в организме, которые связаны с этим синдромом. Сейчас мы остановились в рамках нашего вебинара сегодня. Это связи холода почек, который как-то вата-капха типу конституции. И проблемами, связанными с ушами. Каковы рекомендации при отите? Ну, как правило, все знают, что при отите показаны согревающие процедуры. То есть, это, прежде всего, сухое тепло, это какие-то спиртовые капли, компрессы. То есть, в основном, это физические способы воздействия. Те способы, которые человек может применить в домашних условиях. Но к этим всем способам лечения в домашних условиях нужно относиться с большой осторожностью. То есть, действительно, сухое, теплое, компрессы на ухо, полуспиртовые, как правило, их и капельки какие-то определенные в уши можно закапывать только в том случае, если нет перфорации барабанной перепонки. То есть, нет нарушения целостности барабанной перепонки, и вы не видите наличие гноя течения. Если есть перфорация, если есть гноя течения, то никакие капли спортовые в ухо закапывать ни в коем случае нельзя. И в чистом виде, да, спортовую основу в ухо мы заносить не можем, да, закапывать не можем, потому что это повредит слизистую оболочку. Что нужно делать? Нужно удалять гной, если есть гноя течения, из наружного слухового прохода, то есть, совершать постоянный туалет уха. Ну и вообще, туалет уха нужно осуществлять и без проявлений отита. Как тоже сейчас скажем. Значит, почему-то распространено, что чистить уши нужно каждый день, это делается всем, чем возможно. Да, наружный слуховой проход проникает, это возможно делать и булавками, иголками, да, все, что-то можно поместить. Значит, это ни в коем случае нельзя использовать, потому как можно повредить барабанную перепонку, просто ее разорвать, нарушить ее целостность. И это может привести к потере слуха вообще. Поэтому чистить ушки, да, и убирать гнойное отделяемое нужно безопасным способом. Каким? Ну, из обычной ваты, либо из ватных дисков, как здесь показано на слайде, нужно делать определенные жгутики или турунды, обрабатывать их обычным раствором, трехпроцентным раствором перекиси водорода и аккуратно таким образом удалять все, что находится в наружном слуховом проходе, если речь идет о гной течении. Вот еще раз хотелось бы на этом остановиться. Посмотрите, довольно-таки показательный слайд, где как раз показано, что самый распространенный вариант чистки наружного слухового прохода являются такие вот ватные палочки. И этими палочками нужно пользоваться очень аккуратно, если все-таки вы ими пользуетесь, далеко не проникать в наружный слуховой проход. Посмотрите, здесь показана как раз перфорация этой самой барабанной перепонки, вот этой ватной палочкой. турундочки, самый безопасный способ. вот здесь как раз показано, никаких спичек, никаких булавок, никаких иголок. Все это приводит к серьезным проблемам в дальнейшем со слухом. Тепловые процедуры, которые мы все знаем, что можно сделать дома. Ну, прежде всего, это прогревание синей лампы, вот такой вот рефлектор, у многих есть дома, такое сухое тепло. очень распространено применение в домашних условиях компрессов. Компрессы, которые, значит, что используется в качестве основы. Это спиртовые компрессы, но посмотрите, спирт не в чистом виде, спирт обязательно разводится водой в соотношении 1 к 2 или 1 к 3. Либо это водочный процесс, можно использовать просто водку, да, и, соответственно, обработка поверхности, накладывается, как правило, марлевая основа, которая хорошо обработана вот в этом полуспиртовом растворе, затем обязательно это что-то, что не пропускает влагу, допустим, это полиэтилен, сверху это большой слой ваты, обязательно делаем прорезь для наружного уха и чем-то обматываем. И вот с таким компрессом можно ходить примерно около двух часов, пока идет согревающее действие. Такие вот способы воздействия в домашних условиях мы сейчас с вами разобрали. На методах воздействия и лечения мы еще остановимся после диагностики. Теперь давайте разберем основные индексы, маркеры аппаратно-программного комплекса Ведопульс, которые могут быть при атитах и проблемах с ушами. На что следует обратить внимание? Прежде всего это вкладка меридианы. По вкладке меридианы при наличии острого атита среднего уха как правило будет наблюдаться напряжение по первому меридиану. Это по меридиану легкого. Вот здесь как раз на слайде показано как это может быть. Далее давайте посмотрим вкладку субдоша недана субдоша. Какие маркеры здесь могут встречаться при атите? Прежде всего это изменение состояния бодха какапха вот здесь это как раз отображено и соответственно это может быть напряжение прана вата. ну соответственно это косвенные признаки которые характеризуют наличие ну какой-то слизи при сборе анамнеза мы выясняем что это проблема все-таки с ушами соответственно бодха какапха говорит о наличии слизи о ее гиперпродукции о наличии гнойной слизи а прана вата когда она увеличивается это говорит о остром процессе об обострении хронического заболевания и повышенном расход расходовании энергии что еще мы можем увидеть при отите вот как раз вот эта диагностическая картинка которая сейчас вы видите да у себя на экранах она как раз характеризует проявление холода почек то что мы говорим о дефиците энергии ян и что мы встречаем при вата капха типа конституции что может быть вот как раз проявление диагностических холода почек вата капха типа конституции и ослабление энергии по восьмому меридиану меридиану почек это признаки холода почек которые мы чуть выше разбирали могут быть причиной часто встречающихся рецидивирующихся рецидивирующих отитов ну и еще одним неспецифическим проявлением отита является напряжение рак татхату вот здесь тоже вы это видите вот такие вот маркеры при наличии анамнеза при наличии визуального тех данных которых получаете при визуальном осмотре они как раз еще раз могут подтвердить наличие воспалительного процесса в области среднего уха теперь давайте остановимся на некоторых способах терапии ну вы знаете что мы не разбираем с вами академические принципы лечения не затрагиваем принципы терапии хотя понятно да что любой доктор при наличии гнойного отита будет вести речь о наличии антибактериальной терапии если это выраженный воспалительный процесс то и нет отделяемого гноя то будет стоять вопрос и о проколе барабанной полости для того чтобы дать так скажем возможность выйти гною из этого замкнутого пространства мы не разбираем этих моментов мы всегда говорим и останавливаемся на других альтернативных способах воздействия и терапии и вот сегодня тоже мы остановимся на этих принципах и поговорим о применении ароматерапии и болезни ушей то есть отити посмотрите приготавливается эфирное масло которым используются такие ароматические масла как вы видите это эфирное масло чайного дерева и эфирное масло лаванды ни в коем случае нельзя эфирные масла применять в чистом виде они обязательно используются на определенной основе то есть так называемое масло основа в качестве масла основы мы принимаем оливковое масло то есть его одна четвертая чашки то есть больше всего вносится как вы видите по каплям по 10 капель эфирного масла чайного дерева 10 капель эфирного масла лаванды и вот такая вот смесь уже будет оказывать свое воздействие и наносится посмотрите вокруг ушей то есть если только как правило детский возраст появляются какие-то признаки воспаления в ушах то вот в домашних условиях можно использовать нехитрую ароматерапию далее при отитах показаны паровые ингаляции паровые травяные ингаляции которые помогают уменьшить отек полости носа носоглотки когда снимается отек носоглотки соответственно восстанавливается проходимость эфстахиевой трубы соответственно мы восстанавливаем дренажную функцию и дренаж полости среднего уха что используется в качестве травяных паровых ингаляций можно использовать как свежую такую сухую траву ромашки это цветы бузины и или мелисы то есть можно делать монокомпоненты можно это все вместе смешивать ну и вот здесь как раз показано что совершенно в домашних условиях накрывшись плотной тканью полотенцем одела можно какое-то время определенное подышать эти рекомендации так как мы говорим о проблеме связанной с лор органами они универсальны и для лечения различных воспалительных процессов верхних дыхательных вот здесь на представленном слайде мы тоже видим вариант ингаляций но это уже ингаляции не травяные а это ингаляции в виде вдыхания эфирных масел эфирное масло масло здесь продемонстрировано определенное устройство когда наливаются в емкости определенные эфирные масла это может быть использованы масла и кипариса и того же чайного дерева про которое мы сегодня говорили шалфей и чабрет и соответственно в саму емкость наливается горячая вода идет испарение масел которое вдыхает происходит ингаляция и это тоже обладает выраженным противоотечным и дезинфицирующим действием ну и хотелось бы остановиться еще на одной процедуре это процедура в чистом виде аюрведическая которая связана с введением масел непосредственно в наружный слуховой проход значит чистка уха и промывание ушей лечебными маслами а также пускание целебного дыма лекарственных трав в ушную раковину которая проводится в течение 10-15 минут но эту процедуру опять же нужно проводить не тогда когда это гнойные выраженные отиты выраженная клиника этого заболевания а проводить эту процедуру нужно как средство профилактики которая будет препятствовать дальнейшему развитию воспалительного процесса то есть эта процедура она помогает и при головной боли и при головокружении как правило проводится возможно в центрах соответственно определенными специалистами карнопуранам процедура называется это промасливание ушей и еще раз хочу остановиться на профилактике рекомендации среднего отита так как это воспалительный процесс чаще всего возникает на фоне вирусной инфекции воспалительных процессах верхних дыхательных путей на первом месте это конечно же укрепление иммунитета укрепление иммунитета те рекомендации которые даются для укрепления иммунитета мы неоднократно разбирали поэтому сегодня я на этом подробно не останавливаюсь мы говорили про это и на предыдуем вебинаре и на вебинаре которые были посвящены бронхитам и вирусным инфекциям значит следующий момент да профилактики это гигиена уха гигиена уха это не значит что уши нужно очистить ежедневно нет ни в коем случае ежедневно уши нужно мыть а наружный слуховой проход чистить не нужно та ушная сера которая там находится ни в коем случае не грязь это продукт который выделяют железы ушные железы и вот эта ушная сера она обладает функцией смазки и защиты от вирусов и бактерий и соответственно удалять ее и чистить каждый день не рекомендуется тем более вот этими ватными палочками и вот посмотрите здесь как раз на слайде показано что во время так называемой чистки ушей ватными палочками эта сера ушная она не удаляется она может проталкиваться дальше глубоко и это может привести к нарушению слуха к ослаблению слуха и дальше уже нужно будет удалять эту серную пробку из наружного сухого прохода делается это уже соответственно доктором поэтому хотелось бы еще раз остановиться на гигиене уха то есть уши моем но ни в коем случае глубоко каждый день не убираем ушную серу если даже используется для гигиены ватные палочки то посмотрите ни в коем случае она не должна проникать в наружный слуховой проход совершенно горизонтально потому что это может повредить перепонку только под определенным углом и желательно не глубоко а также тщательная санация очагов хронической инфекции носоглотки то есть мы говорили сегодня о тензелитах мы говорили об аденоидах о наличии полипов отсюда же хотелось бы отнести наличие кориозных зубов ртовой полости все источники хронической инфекции это все является наилучшей профилактикой отита ну вот на этом позвольте закончить поблагодарить всех за внимание если у кого-то есть вопросы я на них отвечу всем большое спасибо приглашаю вас на наши следующие вебинары и хочу сказать что в следующую среду состоится еще один вебинар который будет посвящен патологии лорорганов мы будем говорить о ренитах об аллергическом рените и о возомоторном рените продолжение темы патологии лорорганов всех приглашаю всем большое спасибо всем до свидания спасибо спасибо спасибо